Сегодня свой юбилей отмечает один из самых авторитетных тележурналистов, чье имя вписано в историю национальной журналистики. Речь идет о Георгии Константиновиче Чекалове, которому исполнилось 60 лет. Он прошел путь от скромного корреспондента, стоявшего у истоков республиканского национального телевидения, до руководителя регионального филиала ВГТРК, ГТРК Карачаева-Черкесия. Репортаж Фатима Дауровой. Георгий Константинович Чекалов в профессии уже 40 лет. 18 из них он отдал телевидению. Путь телевизионного репортера, ведущего и аналитика Георгий Константинович начал в 1993 году, когда пришел на только что образованную студию телевидения ВГТРК Карачаева-Черкесия. За время работы на ТВ он вернул к жизни десятки забытых имен, рассказал о многих неизвестных страницах нашей истории, раскрыл личностные и творческие грани многочисленных героев своих передач. С началом национального вещания Георгий Константинович становится автором и ведущим программ на абазинском языке. Первый телевизионный журналист, вещающий с экрана на одном из самых сложных языков мира, был принят публикой на ура. Абазинская аудитория с нетерпением ждала эфировой передач, рассказывающих о жизни простых людей, о том, какие события происходят в республике. «Я помню первую передачу, которую я готовил. Тогда мы снимать уже было чем, но монтировать еще не было на чем. И мы снимали монтажно. В голове уже какой-то сценарий существует. Вот здесь я должен что-то сказать, значит, нужен вот такой видеоряд. Здесь у меня человек должен говорить, вот сейчас человек оставим, берем у него интервью. Ну вот так мы работали». Венцом телевизионной карьеры Георгия Чекалова стала руководящая должность директора родной студии телевидения. «Очень твердое убеждение в том, что имя Георгия Чекалова в какой-то момент стало именем нарицательным. Потому что Георгий – это честь, это совесть, это ум, это безусловный авторитет и удивительная природная скромность. И вот обладая всем этим, он 30 с лишним лет назад стал абсолютным лидером в нашей тогда еще очень молодой компании». Любовь к словесности ему привила классная руководительница, учитель русского языка и литературы Айшат Ибрагимовна Байрамукова. Руки учителя, которые так часто держали мел и своим каллиграфическим почерком выводили тексты на доске, сейчас с любовью перебирают старые черно-белые фотографии своего первого класса. Среди них и отличник, единственный медалист не только в классе, но и первый золотой медалист в историю кубинской школы, герой нашего сюжета. «И недаром я на последнем этапе написала слово Федора Зержинского «Быть светлым лучом для других, самому излучать свет, высшее счастье для человека, какое он только может достигнуть». Вот он и достиг, и, наверное, многим он является примером». К своему 60-летнему юбилею Георгий Константинович подходит философски, как к непогоде, которая всегда сменяется теплом и солнцем. Это просто повод подвести итоги и шагнуть дальше. И благодаря Всевышнему есть с кем делать эти шаги. Самые близкие люди и семья рядом. Настоящие друзья всегда подставят плечо, а позитивный настрой и вера в красивое будущее – залог ощущения полноты счастья. «Продолжать жить и продолжать что-то, пытаться делать что-то полезное. Часто ко мне обращаются люди, надо то, надо это. Стараюсь идти навстречу, чем-то помочь. Есть работа, здесь стараюсь быть чем-то полезным». Фатима Даурова, Фатима Хунова, Олег Молхожев, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия.